То, что я вам собираюсь показать прямо сейчас, доказывает, что ситуация намного хуже, чем вы можете себе представить. Сегодня с DaVinci J15 мы поговорим о биткоине, финансовых рынках, а также про экономику. Потому что прямо сейчас, как говорит DaVinci, всё намного хуже, чем все думают. Мы поговорим о биткоине, о следующем его решающем движении, и будет ли оно даже выше 6000 долларов, или всё-таки биткоин продолжит падение уже на протяжении следующих дней или недель в поисках новых низов. Ребята, этот эпизод будет очень насыщенный, а в конце мы также поговорим про финансовые кризисы, о происходящем в Европе. Мы обсудим всё это и покажем вам ужасающие картины из Италии и многое-многое другое. Друзья, вы точно не хотите это пропустить, поэтому обязательно усаживайтесь поудобнее, нажмите эту кнопку лайка. Давайте наберём 2400 лайков, и теперь мы с DaVinci хотим перейти к самому важному вопросу на сегодня. Как твои дела сегодня, друг? У меня всё круто, учитывая всё, что произошло. Я потерял очень много денег на рынках. Думаю, все мы потеряли что-то на таком рынке. И вишенка, этот вирус везде. Это было жёстко. Но знаешь, я готовился к этому очень долго, так что я готов двигаться дальше. А как твои дела? У меня тоже всё хорошо. Я знал, что ты готовился к этому и не со вчера или с прошлого года, а уже многие годы. Если вы следили за DaVinci, вы знаете, что он говорил о всех изъянах финансовой системы уже очень давно. Но, отвечая на твой вопрос, хоть и у меня всё хорошо, я всё равно обеспокоен ситуацией в экономике. Боюсь за людей по всему миру. Но мы сбежали от всего мира в Таиланд, чтобы сконцентрироваться на контенте вдалеке от влияния внешнего мира. DaVinci, сегодня у тебя есть экстремально важная информация, о которой ты хочешь поделиться. Не только про самые вероятные движения биткоина, но и про финансовый кризис, экономику и очень тревожные кадры из Европы. Да, как вы можете видеть здесь, биткоин находится практически на краю моста. Он прямо-таки свисает с обрыва, нервно цепляясь за него когтями, пытаясь взобраться наверх, дабы не упасть в пропасть. Эти два трендлайна на этом графике нарисованы здесь уже очень давно, и я никогда не думал, что биткоин вообще когда-то к ним вернётся. Но вот он здесь. А как долго вообще эти трендлайны у тебя нарисованы? Недели? Месяц? Уже несколько месяцев как? Так что давай переключимся на недельный график. У меня здесь также была нарисована поддержка, вот здесь, и двухсотдневная скользящая. Возможно, биткоину стоит вернуться к ней и снова её протестировать. Я говорю о красной линии, над которой мы прямо сейчас находимся. Мы резко пробили её, но вернулись обратно и закрепились над ней. Чёрт возьми, как же это опасно выглядит. Если биткоин закроется под этой линией, то всё будет очень плохо, потому что дальше вообще не остаётся никаких трендлайнов из моего теханализа, чтобы сказать, куда пойдёт биткоин. Это будет крайне шортовый сценарий, я даже не хочу его предполагать. Просто скажи нам цифру, скажи курс для всех, иначе люди сойдут с ума в комментариях. Ладно, давай скажу. В таком сценарии биткоин уйдёт на 2500. Давай посмотрим, что нам говорит Фибоначчи. Если честно, я не хочу этого делать, но, похоже, выбора нет. Давай-ка посмотрим. Я очень не хочу этого видеть, но давай посмотрим. А пока ты это делаешь, я хочу сказать зрителям. Ребята, очень непросто делать видео в такое время и делать контент для всех. Было бы намного спокойнее сконцентрироваться на семье, общаться по скайпу с друзьями и так далее, но мы делаем это ради вас. Всё, что мы просим, это поставить лайк под это видео, сделайте актив в комментариях, поучаствуйте в опросе, который будет позже. Это будет просто круто. Это вся поддержка, которой мы просим и которой мы будем очень рады. Большое спасибо вам, друзья. О мой бог, боже мой. Точно так. Я и забыл, что я это уже анализировал в прошлом. Посмотрите на это. Это золотое сечение Фибоначчи. И это 2000 долларов. Ну нет. Ладно, знаешь что? Я создам опрос прямо сейчас, потому что после этого, ребята, мы перейдем к более обычному прогнозу и аргументам онного. Но сейчас я хочу запустить опрос раньше, чем планировалось. Дайте нам знать, ребята, по вашему мнению, идет ли биткоин на 2000 долларов? Точнее, 1963 доллара на протяжении следующих нескольких недель. По вашему мнению, когда-либо биткоин сможет столько стоить? Проголосуйте в опросе, который сейчас появится в правом верхнем углу экрана. Нажмите «Да» или «Нет» для этой очень важной цели. И да, Винчи, давай перейдем к твоему другому сценарию как можно быстрее. Да, лучше перейти к другому. А то у меня даже живот болит смотреть на такой прогноз и такую информацию. Но мы обязаны и такое рассматривать, чтобы понять, что рынок делает и что он может сделать. И торговать на основе этого. Итак, мы обсудили сценарий ночного кошмара. Но хорошая новость в том, что биткоин никак не изменился. Фундаменталы биткоина никак не поменялись. Изменилась только цена из-за человеческой психологии. Мол, я продам это и потом куплю подешевле. Вот как работает рынок. Если мы пробьем этот уровень здесь, если цена вырвется выше, и если мы закроемся выше тени этой свечи на 4-х часовом графике, даже не на дневном, ребята, на 4-х часовом, то мы увидим очень быстрое движение вверх, вплоть до уровня 8000 долларов. Да ладно? Ну, около 8000 долларов, да. Диапазон от 7800 до 8000 долларов. Для этого надо, чтобы цена закрепилась выше 6000 долларов, то есть выше теней 4-х часовых свечей. Ребята, еще раз. Мы тут говорим не о дневных свечах, а о 4-х часовых, над тенями которых цене нужно удержаться. Итак, ты упомянул конкретную вероятность этого сценария. Это 40%, да? Да, 40% шанс, что он вырастет аж до этих отметок. Теперь это значит, что как только цена биткоина закрепится выше теней свечей, то шанс этот увеличится до 60%. Тогда вероятность такого сценария будет уже 60%. Сейчас я оцениваю шанс роста в 40% и 60%, что мы упадем ниже. Еще раз. Прямо сейчас ты видишь 60% вероятность, что биткоин все-таки упадет до 2500 долларов. 60%, что 2500, и 40%, что даже 8000 долларов. Точно так. Но это будет очень жестокое движение, если цена вернется в эту зону. Очень, очень резкое движение вверх, потому что в этом диапазоне очень мало торгуют. Потенциальное движение будет очень быстрым именно в этой зоне. Следите за этим. Следите за этой линией, если мы ее пробиваем, особенно следите. Но есть еще одна проблема. Если мы пробьем эту линию, цена может просто продолжить скатываться по ней же дальше вниз, а не взрываться вверх. И затем, если эта линия не удержится, мы провалимся вниз и увидим то, о чем я уже говорил. Будем надеяться, что этот сценарий тоже не отыграет. Но он тоже вполне вероятен. Имейте его в виду. Если мы пробиваем эту линию сверху вниз, то нет никаких шансов удержаться от продолжения падения. Вот так вот. Чтобы зрителям было проще понять, либо мы сразу падаем вниз до 2500 долларов, либо же цена прорывается вверх. В случае прорыва вверх, нам нужен вертикальный рост, а не просто прыжок с откатом и скатыванием вниз снова. Так что в случае прорыва цены, нам нужно увидеть значительное движение без отката, чтобы цена полностью перекрыла эту безумную, огромную красную свечу. И да Винчи. Как я уже сказал, следующая тема даже более важная, чем биткоин. Мы все знаем, чем закончится история с биткоином. Большим успехом, без сомнений, в будущем. Что мы не знаем точно, это то, что происходит с экономикой. Можешь ли ты рассказать нам, что недавно случилось с Федеральной резервной системой? Они что-то там сделали, как ты интерпретируешь реакцию рынков на это? Ребята, ответ будет невероятно неожиданным. Также после этого мы покажем очень шокирующие, просто пробирающие фотографии из Италии и Европы. Да, конечно. Давай сначала обсудим ФРС, если ты не против. ФРС это как ребята на катере с пушкой, которые смотрят на Супермена и хотят сбить его. И у них есть пушка, при этом все ядра уже давно истрачены. А Супермен продолжает летать в небесах. Это просто невероятно. И рынки смотрят на это и говорят, «Мда, надо продавать всё». Значит, ФРС заказывает дорогой изысканный обед, наливает дорогое вино, а рынок говорит, «Нет, мы расстаёмся». Точно так. Это так нереально. Они столько делают. Последнее, что они сделали, удвоили свои операции на рынке репо. Объявили инъекцию в очередные 500 миллиардов долларов. Что это значит? Давай я вернусь к веб-камере. Итак, что это значит? Помнишь, на прошлой неделе у них уже была инъекция около 550 миллиардов сделки репо. Это было только начало. Они увеличили эту сумму до одного триллиона. Понимаешь? Что взрывает мне мозг? Просто сносит башню. То, что они избавились от того, что называется резервные требования. Ты понимаешь, что банкам не нужны эти ночные кредитования, если резервные требования сведены к нулю? Потому что с наличием банковских резервных требований, банки могли перекладывать деньги туда-сюда, притворяясь, что они придерживаются этих требований, в то же время беря ещё больше кредитов. Теперь, когда ФРС отменили эти требования, банкам больше не нужно притворяться. И их кредитования при этом теперь намного больше, раз так в 10. А это значит, что они используют эти деньги на рынке репо для более долгосрочных облигаций. Например, для трёхмесячных облигаций. Они дают эти облигации ФРС и говорят им, возвращайтесь спустя 3 месяца и выкупайте их обратно. Невероятно то, что стоимость этих облигаций достигает триллиона долларов. Нереально. Да, конечно, это безумие. И что беспокоит меня, мы говорили с тобой об этом, это реакция рынков. Потому что обычно такие меры, которые ФРС предпринимает, снижение ставок до нуля, вливание денег в экономику, причём значительно больше денег, чем обычно, потому что они выделили ещё дополнительных 200 миллиардов для покупок на второстепенных рынках, всё это должно было пропампить рынки. Даже Дональд Трамп сказал, что все инвесторы сейчас должны быть в восторге. Спустя пару часов рынки открываются, и мы видим второй, самый большой обвал в истории фондовых рынков. Так как же ты объяснишь то, что рынки настолько пессимистичные, даже несмотря на то, что ФРС и все центральные банки выкатили все аргументы, которые у них были? Что ж, это показывает, что рынкам уже всё равно, что они продают всё, чтобы иметь кэш на готове для нечто большего. И я готов поспорить, что это нечто большее, это покупка реальных активов, реальные твёрдые активы, как золото, серебро, биткоин. Всё это. Они готовятся к этому. Эти вещи взлетят как сумасшедшие. Так что приготовьтесь, убедитесь, что у вас есть золото и серебро, причём физические, реальные. Также не оставляйте биткоин на бирже. Помните золотое правило, у вас нет криптовалюты, если ваши приватные ключи храните не вы. Помните это. Мы увидим очень серьёзные взрывы, когда физический рынок, который не накачан долгами, взорвётся. Вау, это будет сумасшествие. Даже рынок акций, веришь или нет, но тоже что-то там подберёт, когда найдёт своё дно. Причём подберёт очень быстро и стремительно, потому что людям понадобится место, куда вложить свои деньги. А когда золото, серебро, биткоин и другие физические активы рванут слишком высоко, люди будут искать что-то другое, и останется только рынок акций. Вот что произойдёт. Ты говоришь про золото. Это уже немного начинается в Германии. Я только что получил фотографии оттуда. Пустые улицы. На них больше никого нет. Но прежде, чем некоторые магазины закрылись, а некоторые ещё до сих пор открыты, там были целые очереди людей перед магазинами с золотом, уже в Гамбургере и в некоторых других городах. Это на самом деле безумие. Люди уже начинают понимать. Я думаю, это лишь вопрос времени, прежде чем люди поймут о свойствах и уникальных фундаменталах биткоина, и мы увидим такие же очереди, стоящие перед биткоин банкоматами. Так что это уже то развитие, которое мы хотим видеть для экономики на протяжении следующих лет. Мы хотим также обсудить очень тревожные фотографии Европы. У нас оттуда много зрителей. Это также будет интересно и для остальных, потому что это очень страшно, не только для Европы, но и для всей экономики в целом. Я всегда говорил, что Евросоюз будет первым в очереди, и я считал, что ФРС столкнет Евросоюз со скалы с целью усиления доллара. Но теперь я вижу, что Евросоюз сделает это сам. Когда вы видите улицы городов Италии, вы понимаете, что они абсолютно пустые. Никакой экономической активности, никакого трафика, парковок, вы видите только пустоту. Это очень зловеще выглядит. И это ждет все города по всей Европе сначала. И причина, почему я говорю это, заключается в том, что большинство европейских стран не воспринимают этот вирус серьезно. А когда он ударит, удар будет таким сильным, что им придется принимать очень жестокие меры, когда уже слишком поздно. И когда они это сделают, это приведет их экономике к коллапсу, потому что это будут резкие ограничения, а не постепенные. Я видел видео отовсюду, где, например, испанцы до сих пор заполоняют улицы, устраивают тусовки, думая, что их это не коснется. Да, возможно, у тебя где-то 80% не попасть в больницу, но у Уорнер Госпиталя уже переживает коллапс, а люди умирают, потому что для них нет места и лечения. Это осознание того, насколько это плохо. Когда кто-то умирает от сердечного приступа, кто-то еще по каким-либо причинам, это лишь добавит количество погибших. И правительства будут реагировать как сумасшедшие, потому что они в том числе будут хотеть, чтобы эти госпитали были доступны и им в том числе. Так что они сделают все, чтобы госпитали продолжили работать. И это будет происходить, когда правительства поймут, какую ошибку допустили, разрешая людям гулять по улицам, развлекаться и тусить, будто ничего такого и не происходит. Да, спасибо большое за спич. Будем надеяться на лучшее. Я сам из Европы и процентов 40 зрителей оттуда же, но мы все земляки с одной планеты Земля. Давайте надеяться, что этот вирус исчезнет очень быстро, как и все вирусы в прошлом. Ребята, не паникуйте слишком много. Лучше вообще не паникуйте. Но уважайте риски и опасность, позаботьтесь о своей безопасности. Мойте руки и все остальное, конечно. Но, пожалуйста, не паникуйте и не впадайте в ужас. Просто будьте осторожными и соблюдайте необходимые правила. Спасибо, да Винчи, за такой диалог. Ребята, на самом деле для экономики и финансовых рынков сейчас происходящее куда хуже, чем кто-либо вам говорит. Даже несмотря на то, что люди уже немного паникуют. Но паникуют лишь из-за вируса. Об экономике тоже нужно беспокоиться. Это был очень интересный рассказ об экономике от Да Винчи. Спасибо ему за это. И спасибо за то, что был с нами сегодня. И все, кто сейчас смотрит, еще раз. В такие времена было бы очень интересно услышать ваше мнение, поэтому пишите комментарии. Мы стараемся отвечать на множество ваших вопросов в комментах. Ребята, спасибо большое за просмотр и ваши лайки. Обычно в конце я вставляю отрывок музыки для конечных составок, но на этот раз решил вставить весь трек. Наслаждайтесь и не болейте. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok